Сегодня поговорим об отечественном производителе, компании Слава. Под этим брендом выпускалось немало знаковых изделий. В переосмысленном и современном исполнении они составляют часть актуального ассортимента. Сегодня рассмотрим три модели, каждая из которых обладает яркой индивидуальностью. С вами BestWatch, меня зовут Илья и мы начинаем. Начнем с представителя коллекции спецназ, Атака. Эту модель мы выбрали не просто так, ведь сегодня в России отмечаются деньги БДД. Если в вашем окружении есть автоинспекторы, такие часы в подарок – отличный вариант. Это очевидно сувенирный продукт. Они недорогие, простые, при этом очень характерные. Корпус имеет стандартный диаметр в 43 мм и небольшую ширину, всего лишь в 10. Материалом для него послужил алюминий. Безель скошенный, не очень широкий, это визуально расширяет пространство циферблата. Заводная головка с рифлением довольно крупная. Такой удобно оперировать даже в плотных зимних перчатках. На заднюю стальную крышку часов нанесено изображение спецназовца, индивидуальный номер модели, а также водозащита – 3 атмосферы. Удобный ремешок выполнен из прочного черного текстиля. Его эксплуатация продумана заранее. Он прослужит долго благодаря стальным колечкам, удерживающим язычок классической застежки. Благодаря такому ремешку вес этого экземпляра составляет всего 60 грамм. Так что он практически не ощущается. Часы укомплектованы прочным минеральным стеклом. Под ним расположен циферблат в цветах российского триколора. Основание окрашено в темно-синий цвет. По его периферии идет белая контрастная минутная шкала в стиле «Железная дорога» с 20-минутным отрезком ярко-красного цвета. Крупные печатные арабские цифры видны издалека. На стрелке, выполненной в кафедральном стиле, предусмотрительно нанесен люминофор. Секундная стрелка тоже контрастная. Красная с белым наконечником. Ну и символика, куда же без нее. Вверху государственный флаг России, а снизу изображение автомобиля дорожно-патрульной службы. За индикацию времени и даты отвечает долговечный кварцевый механизм из Японии – Miota 2115. В общем и целом, это простые и практичные часы на каждый день. Стоят меньше 5000 рублей, что делает их отличным вариантом для подарка каждому, для кого 3 июля – профессиональный праздник. Следующая модель относится к разряду коллекционных. Она тоже на патриотическую тематику, однако с явной толикой ностальгии. Об этом можно догадаться по самому названию. Слава КГБ! У часов интересная комплектация. Паспорт модели в виде удостоверения КГБ СССР. А также стальной жетон с надписью «Спецназ» и лацканный значок КГБ СССР. Но перейдем к самой модели. Она выглядит очень винтажно. Создавая ее, авторы вдохновлялись эстетикой наручных часов начала века. Такую легко представить на руке советского партработника. Но несмотря на общий антураж, она легко впишется в имя и наших с вами современников. Корпус со скругленным безелем выполнен из стали. И покрытая пинопылением под латунь. Заводная головка олдскульной формы расположена на 12 часах. Так же, как и у большинства старинных карманных моделей. На боковинах корпуса имеется 6 декоративных выступов. Два из них дополнены гравировкой КГБ СССР. Ремешок на пульсник заслуживает отдельного внимания. Он выполнен из двух широких полосок натуральной кожи грубой выделки. Сзади имеется еще один тематический оттиск. Герб СССР. Циферблат цвета слоновой кости оформлен под ретро. Здесь тоже присутствует советская символика. Но винтажные нотки зашиты не только в них. Изящные печатные арабские цифры, внутренняя шкала в стиле «железная дорога», вынесенная в центральную область, тоже являются прямой отсылкой к историческим моделям. Секундная стрелка в данном случае вынесена на отдельный субциферблат на 6 часах. Как видите, она совмещена с апертурой даты. Надпись «Автоподзавод» дает понять, что часы не кварцевые, а механические. Под напульсником на задней крышке мы видим герб КГБ СССР. Так же, что серия ограниченная. Всего 999 экземпляров. Водонепроницаемость модели составляет 100 метров. Думаю, вы сами видите, что часы очень антуражные. Это их выделяет, но и ограничивает возможность сочетать с чем угодно. С другой стороны, для поклонников винтажных советских часов или приверженцев имиджевой эклетики это не препятствие вовсе. Последняя модель в обзоре самая специфическая. Ее разработал известный летчик-космонавт Владимир Александрович Джанибеков. Лимитированная серия Биоритм помогает узнать не только время, но и состояние различных систем организма человека в различное время суток. Звучит загадочно, не так ли? Загадочности добавляет не только функционал, но и оформление циферблата. Во-первых, секторы – сине-красно-черные расцветки. Во-вторых, китайские иероглифы на поворотном периферийном диске. Или, как его называет сам производитель, Лимби. Раскрываем интригу. Каждый такой знак обозначает определенный внутренний орган человека. Лимб настраивается под индивидуальный биоритм пользователя часов. На знания биоритмов ориентировалась древняя восточная медицина. Здоровье во многом зависит от разумного планирования времени, правильно подобранного режима, физической активности, периодов сна и бодрствования. Именно с этим и помогает данная дополнительная опция. Ну а из традиционных функций в часах помимо индикации есть дата и хронограф. Отвечает за них японский калибр от фабрики Miota. Корпус стандартного для мужского запястья диаметра в 44 мм. Он, как интегрированный классический браслет, выполнен из нержавеющей стали с черным PVD напылением. Водостойкость здесь 50 метров. Хватает, чтобы не бояться случайной обрызгой часы во время мытья рук. Но купаться в них точно не стоит. По поводу кнопок управления все просто и интуитивно понятно. С правой стороны дезаводная головка находятся кнопки хронографа. Слева на 11 часах вынесена отдельная, более крупная заводная головка. Ею управляется лимб. Сам циферблат, безусловно, приковывает к себе внимание. Он выполнен в форме символа инь-янь, знака баланса. На 6 часах расположилась малая секундная стрелка. На 3-х отображение времени в 24-часовом формате. Ну а на 9-ти часах накопитель хронографа. Задняя крышка часов завинчивается. Здесь мы видим место под гравировку, также автограф Джанибекова и серийный номер модели. Модель приметная и явно будет привлекать к себе внимание. Издалека смотрится как костюмная классика, а вблизи будет цеплять глаз иероглифической символикой. Если вы постоянно следите за биоритмом и связываете с этим свое физическое состояние, эти часы станут вдвойне важным и полезным инструментом. В конце концов, о них есть что рассказать. Прекрасный повод поддержать или разнообразить беседу. Если вы не ждете от бренда Слава разнообразия идей, то вы ошибаетесь. Исторические ремейки – это не единственный конек этой марки. Я надеюсь, сегодня мы это смогли доказать. Посмотрите больше моделей Слава на нашем сайте. Вам обязательно что-нибудь приглянется. А какие часы из обзора вам понравились больше? Пишите в комментариях. И по традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Илья. Бествотч. До скорого. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»